Всем привет, наши дорогие друзья. Сегодня мы выходим из нашей деревни Вашишт, где мы живем, и планируем сегодня посетить город Манали, до которого нам идти 3 километра. Мы спустились почти в самый низ деревни. Вот здесь, я вам уже показывал, продается алкашоп, специальный магазинчик. И вот здесь, напротив, ступеньки, по которой мы сейчас будем спускаться вниз к основной дороге. Вышли погулять и забыли намазаться кремом от загара, опять же таки. Мы в прошлый раз гуляли и быстренько все обгорели. Солнце здесь очень-очень сильное. Пока мы идем по этой лестнице, нам тут на пути попадаются яблочки, они уже вот краснеют. А с другой стороны, заброшенные дамы, а мы тут дальше недвижимость присматриваем. У нас многие спрашивают, ребята, а вы там в Индии не собираетесь оставаться? Ну, во-первых, это практически невозможно, чтобы гражданину другой страны остаться в Индии. И, во-вторых, недвижимость и также машину купить и зарегистрировать на себя тоже не получится. Только надо будет с кем-то договариваться, на кого-то регистрироваться и, возможно, потом дальше либо использовать машину, либо использовать квартиру. Спустились мы по лестнице вниз. Мы, кстати, с Дашей, когда приехали, вон тот дом присматривали, но он был полностью занят. Вот, и поэтому мы вернулись обратно, поднялись вверх. Но на самом деле, мне, например, не очень нравится вот такие жить, ну, как здесь, да, если бы мы сейчас жили бы внизу, нам приходилось бы каждый раз подниматься. Потому что ты не ленивый. А если бы мы жили наверху, то приходилось бы все время спускаться и подниматься. Да, некоторые ребята, наоборот, селятся куда-нибудь повыше, чтобы заставлять себя каждый день ходить. То есть вам надо хотя бы на обед, там, на ужин спуститься. Продолжаем свой спуск главной дороги, проходим мимо горной речки. Но, как видите, она вся завалена мусором. Но если подняться выше, я думаю, что там будет почище, потому что в предыдущей серии я лично купался в водопаде, и вода была чистая. Даша говорит, смотри, осторожнее, на котях не наступи. А это, посмотрите, улитка какая. Пока мы спускаемся по дороге, видим очень много кустов конопли. Правда, тут кто-то уже постарался. Вот верхние части растений подобломил. Вот здесь вот еще, посмотрите. Ну, как мы уже говорили в предыдущей серии, конопля в Ашиште растет повсюду. И многие люди, кто очень любит покурить, приезжают в Ашиш, потому что травы здесь много в буквальном смысле этого слова. Вышли мы на дорогу. Если мы пойдем направо, мы поедем туда. Или пойдем, скорее всего, поедем дальше в горы, это будет позже. А сейчас пешком мы пойдем вниз налево. Покажем вам, что здесь есть возле дороги. И также покажем вам горную речку, которая течет, опять же, вдоль дороги. И где-то здесь, я уже вижу, есть вертолетная площадка. Можем даже сейчас подойти, поинтересоваться, сколько стоит полетать на вертолете. Кстати, здесь же есть заправка. Кто-то, может быть, переживает, что нужно с собой везти канистру. Ну, по крайней мере, здесь, вот на спуске из Ашишта, на главной дороге, заправка имеется. А дальше, конечно, могут быть и проблемы. Вертолет вижу, но никак не могу найти вход туда. Вот вроде огроменные ворота. Сейчас через них пойдем и подойдем, узнаем. Мы подошли поближе на вертолетную площадку. Здесь вот такой джипик стоит. Там сидят люди, которые нам, во-первых, не разрешили подойти поближе. А, во-вторых, рассказали нам о стоимости. В общем, 10 минут стоит 25 тысяч рупий, 5 человек в вертолете. А других вариантов и нет. Ну, есть как, 25 тысяч, 10 минут, 5 человек, ну и все на этом. А какие должны быть другие вариантов? Ну, там, например, 20 минут, 30 минут. Ну, ты можешь повторно еще продлять себе удовольствие. Мы видели, да, раньше часто летал, когда мы с тобой только приехали, в Ашиште заселились, где-то месяц назад. Каждый день летал вертолет, было хорошая погода. А сейчас он очень редко летает, может быть, раз в неделю. Даже чтобы вот так выйти, поснимать, вот как сегодня, в такой солнечной погоде, мы неделю ждали этого выхода на самом деле. Потому что погода такая меняется ежесекундно. Он может сейчас прям буквально через час уже дождь купить. Ну, вертолет, кстати, летает прикольно. Мы видели, как он летит, летит, и потом резко как будто вниз падает. Ну, он такие всякие труки выполняет. Еще вам хочу показать, что вот вдоль всей дороги очень много мото-магазинчиков, мото-мастерских. Потому что очень много людей приезжают сюда именно на байках. Ну, даже не столь именно сюда, просто даже делают здесь остановку, и некоторые едут дальше еще в лех, куда и мы скоро совсем поедем. В августе месяце на дорогах очень мало машин, нету пробок. Потому что считается, июль-август это сезон дождей. Ну, действительно, почти каждый день идут дожди. А самый сезон здесь май-июнь. Очень много индийских туристов. Дело в том, что в мае и в июне внизу, в центральной Индии, стоит невыносимая жара, и они едут сюда прятаться. А с июля месяца в центральной Индии тоже становится комфортно. Начинаются дождики, прохладненько, поэтому они уже не едут сюда такой толпой. Когда мы сюда приехали, речка была гораздо меньше. Она больше была похожа на ручейки. А сейчас уже снег в горах потаял, и дождики. Речка прям разлилась большая. А еще она была голубого цвета. А сейчас вот из-за дождей такого серого. Как вода из стиральной машины. Здесь, конечно, не очень комфортно идти. Потому что мы идем прям по дороге. Но это самые короткие пусть до города. Кстати, в Манале не обязательно идти пешком. Можно доехать на Тук-Туке. Вроде как стоит это 150 рублей. Мы ни разу его не пользуемся, потому что все время ходим пешком. Кстати, вот там где-то вертолет полетел. У-у-у, вертолет! А еще можно также до Манале добраться на маленьком автобусе. Типа микроавтобус. Стоит это 20 рублей. Но это все мы только слышали. Сами ни разу не пользовались. Здесь тоже и сервис, и рент. Дошли мы до моста через горную речку. Сейчас переходим его. И как раз уже будем заходить прямо в сам Манале. Отважившись, что идти в Манале по короткой дороге. Минут 30, максимум 40. А вот если по длинной дороге, то можно и часа 2 идти, и 3. Длинная дорога, это даже имеется в виду через вот этот лес. Вот как раз вот горная река. И если вот так вот обходить по лесу, по лесу, это очень такая длинная дорога, но очень красивая. Я вам показываю вот эти арендные магазинчики, где можно арендовать байк. Но это не обязательно делать у дороги. Я думаю, что байк можно арендовать и в Манале, но в Ашиште точно, потому что это я знаю. А ездить-то в Ашиште некуда. То есть там одна улица. Байк берут в аренду именно для того, чтобы поехать в какое-то дальнейшее путешествие. Вот, например, в Лех, туда это там такие будут очень красивые дороги, перевалы. Но я думаю, вы еще скоро это все увидите, потому что мы это все вам в дальнейшем будущем покажем в следующих выпусках. Перешли мы мостик, поднялись по маленькой горочке и вот заходим в сам Манале. Здесь вот такое кольцо и памятник. А памятник это, по-моему, какому-то политическому деятелю. Вот это основная улица Манале. Как же ее называют, эта улица? Что-то Арбат? Ну, типа Арбат, не променад. Здесь можно бромять свои булочки, походить. Ну, вообще здесь очень много всегда народу сейчас. Мы пошли в будний день, можно сказать, специально, чтобы было поменьше народу. Но еще сегодня погода хорошая, нам повезло. Сразу сворачиваем центральные улицы правее и пошли по каким-то закоулочкам. Но я пока еще, честно говоря, сам не знаю почему. У Дарьи там какой-то маршрут. Покажем сейчас местных ракетиров. Вот прям могу точно отметить, что в Манале однозначно овощи и фрукты лучше, чем в Ашиште. У нас все такое уже помятенькое, несвежее. И даже неохота это есть. А здесь прям выглядит все достаточно прекрасно. И свеженькие, видишь, не мятые такие, не завядшие. В Манале тоже открытая канализация. Мы сейчас дальше, мы там ходили по тротуарчику пройти. И из нее такие испарения, прям идут блетные. Лучше вот здесь, вот прям, где машины едут подальше. Проблема узких улочек этих городов, то что разъехаться здесь прям проблема. Поэтому мы байк вообще не брали с самого того момента, как мы сюда приехали. Даже прямо здесь, в Манале, в самом центре, посмотрите, заросли, коноплиные. Уходим вглубь от центральной улицы. Здесь вот тоже полно гестхаусов, различных домиков. Без подорожек. Уже не первый раз в Манале. И я вообще думаю, что все Манале, это одна центральная улица. Кажется, здесь тоже, видишь, как много гестхаусов. Здесь, в основном, индийские туристы останавливаются. Здесь прям подороже, на порядок. Ну, в два раза точно. Узкие улицы тоже здесь, в Манале. Все понатыкано, понастроено друг на друге. Очередная плантация возле дома. Посмотрите, какой куст конопли, чтобы вы понимали. Вот мой рост. И вот куст, который выше меня еще, наверное, на один мой рост. Наверное, такую коноплю уже не курит, потому что это, наверное, такая не беспонтовая. Ну, гляньте, что это вообще. Ну, запахом, кстати, такой конкретный от нее. Даша подготовилась сегодня. Мне сюрприз тащит меня куда-то на самый вообще верх этого Манале. Там, в Манале, находится красивый в парке. Я упыхлась. Мы весь день сейчас будем только до этого храма идти. Ну, лучше взяли тук-тук, потому что внизу, там, в центре города стоят тук-туки. Может быть, за 100 рупий мы сюда поднялись. Так минут 20 бешком в гору. Да какой 20? Мы уже полчаса идем. Вот собачки даже уже устали здесь ходить. Наконец-то мы добрались до входа храм. Саша весь мокрый. Это ужас просто какой-то. Я сегодня был не готов на такую прогулку. Ой-ой-ой. Ты когда будешь готов? Смотри, какой большой парк здесь. Ну, мы пришли сюда, чтобы посетить храм. Интересный. И посмотреть кедровые деревья. Кстати, они вот. Подношения для храма. Как вот? Просад. Везде, в каждом городе свое подношение. Там могут быть цветочки, могут быть какие-то орешки, вкусняшки. Ты бахила-то взяла в храм, а тут тебе все же говорят, что нужно обязательно было бахила в храм ходить. И оно я обработала антисептик. Можно сходить в носках, чтобы носки снять и без носков домой идти. Кстати, я не знаю, люди, ну, знаете, устаю просто объяснять, что не во все храмы пускают в носках. То есть обязательно заставляют разуваться. А если брать, например, храм Сиков в Армицаре, то там вообще мы один раз Даши пошли, сняли обувь, сняли носки и положили их все в рюкзак. На входе нас остановил там местный служитель. Говорит, открывайте рюкзак, мы показали, что у нас там обувь. Он говорит, давайте в гардероб, не надо сюда в храм заходить с вашей обувью, даже до такого доходит. Чего Даши хотят отдавать? Ну, что тебе напишут, а ты ходи в бахилах туда, куда можно. В носках. Ну, пойдем смотреть храм, до которого мы так долго шли. Людей здесь много. Кто-то разутый, кто-то не разутый. Ну, что-то по всей видимости он открыт, да? А, я думал, что он недействующий. Он такой весь деревянный. Сейчас мы со стороны солнца уйдем, а то у нас вот контровой свет. Ну, кстати, вот эта сторона фасадная, она и самая красивая, не знаю. Так что я сейчас все-таки подойду поближе. И так поеду. Ага. Вот видите, там какие-то лошади вырезаны. Люди. Храм за вот такой решеткой. Очередь. Храм 14 века считается. Но местные утверждают, что он еще гораздо позднее построен. Точнее, раньше. Такая здесь маленькая дверца, куда люди заходят. Идем по кругу, осматриваем храм. Ну, вот с этой стороны тут ничего такого интересного нет, за исключением черепов животных, рога и череп. Я пока снимал вход в храм, ко мне подошел полицейский и сказал, что нельзя снимать. То есть я даже вовнутрь еще не зашел, он мне уже говорит, типа, не снимай здесь. Но внутри точно снимать нельзя. Ну, и вот, в принципе, мы обходим храм по кругу. Ничего интересного нет. Ну, крыша такая, похожая на какие-то японские домики. Моя красотуля нашла здесь местечко посидеть. Что-то даже где-то на шпалу, что ли, присела на деревянную. Да, и храм посвящен богине, которую зовут Хадимба. И написано, что это кровожадная демоница. Жила здесь раньше. Наверное, поэтому там и головы животных приносили в жертву. Кстати, в Индии до сих пор практикуется приношение жертв на религиозные всякие праздники, в храмах. Мы в Гуа такое. Ну, как бы мы не видели, сами не наблюдали. Мы видели на других видео у ребят, которые там в Гуа снимали. И видели просто, там был баран закрытый в домике, которого на следующее утро должны были покнуть. Мы сейчас сидим с Дарьей, а позади нас вот такой вот кедровый лес. Но он такой, там больше для детей, там детские площадки. Вход туда стоит 10 рупий. Мы уже вот не в прошлом выпуске, а через один вот как раз посещали кедровый лес. Это сказочное просто место такое. Идешь, вот эти вот огромные кедровые деревья, чистейший воздух. Так что обязательно посмотрите. И кто поедет сюда погулять, обязательно в Манале по такому лесу. Тут несколько больших парков с кедровым лесом. По-моему, как минимум их три. И еще разные мелкие парки. К нам подошел мальчик и предлагает нам купить баночку шафрана. Это сколько это? 300? 150 рупий. 1 грамм. Это 5 грамм. 750. Он говорит, что это шафран. Здесь все-все предлагают вот эту вот штучку. Не знаю, насколько это шафран. Один мальчик уходит, на смены ему приходит другой. Тоже нам предлагает, сидит. Говоришь, неинтересно, не надо, бесполезно. Единственный вариант, как я уже говорил в видео, если вот так пристали, прям жестко переставайте обращать внимание. Просто, не знаю, идите там, занимайтесь своими делами, потому что, чтобы вы ни говорили, надо вам это, не надо, они все равно от вас не отстанут. Не интересно для меня. Спасибо. Даму, 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 даму. Не, 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 не. Даму, 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 даму. Это не нужно. Спасибо, очень сильно. А мы от темпла пошли еще чуть дальше вверх. Ого! Это Яки, да? Нет, таких не видел. Глянь, он такой прям очень активный. Смотри, мы на рогах тут, мы не поедем на этом Яки. Пикцер Маскау. Ооо. Сиддай на Пикцер Маскау. Сиддай на Пикцер Маскау. Сиддай на Пикцер Маскау. У него прям самый расчет. Сиддай на Пикцер Маскау. Тут еще какая-то игра есть, они вот мячом сбивают стаканчики со стола. Пойдем даже тебе вон в Инстаграм забабахаешь. Яка влюмини какая прическа. Красиво. Они ничего не видят за таким чупом. Яка влюмини. Вот такие яркие. Подписывайтесь на нашу Инстаграм, кто еще до сих пор не подписался. Даже, честно говоря, не знаю почему вы это до сих пор не сделали. Все самые актуальные новости в реальном времени, в Инстаграме, в Телеграме, все время выкладываем. Ссылочки на все соцсети есть в описании под видео. Вот целая семья фотографируется, да, и мы кроликов сучили. Очень красиво! Из каких стран ты живешь? Россия! Ты знаешь? Да, я знаю. Куда-то мы тут вообще вышли. Два огромных кедра, к нему прибитые рога животных. Далее рядом с храмом есть вот такой вот рыночек, ну, здесь в основном вот эти шарфы, теплые шапки, национальные шапочки, но он такой маленький. Назад мы решили идти по другой дороге. Смотрим здесь вот такие красивые здания, это отели, ну, выглядит очень здорово, я вам хочу сказать. Все новенькое, потому что, как мы уже говорили в выпуске про Ваши, что раньше здесь люди занимались сельским хозяйством, были ремесленниками, а теперь все хотят быть хозяевами гестхаусов, отелей, кафешек. Можем даже посмотреть, сколько стоит этот отель в интернете, либо на гугл карте. Сколько? Сноупик. От 3 700 рупий. И, ну, где-то средняя цена 4000 за номер. Вот так вот. Не бюджетненько, не бюджетненько. Чтобы вы понимали, мы Вашиште снимаем за 400 рублей ночь. Ну, у нас там, конечно... В 10 раз дешевле. У нас там такие условия, конечно, у нас там ничего нет. А мы живем, типа, вот такого. Гестхаусов, кстати, скажи, очень похож, да? Похоже, да. Вот, типа, тоже вот такой же балкончик общий. Комната, как и у нас на этаже. И так же, даже корова у нас так же внизу живет. Из-за чего у нас очень много мух. Да, вниз гораздо приятнее идти. Вниз приятно идти. Смотри, какой яблочный сад. Воу-воу-воу. У них все время еще все отгорожено, да, когда яблоки растут каким-нибудь забором. Здесь его нет, но тоже вот так сейчас спрыгни и начни рвать. Да, можно попробовать яблоко. Я просто вот обожаю яблоки именно с дерева, когда вот только срываешь и ешь. А что ты не сорвешь и не попробуешь? Типа, это воровство, да? Ну, конечно. Они еще могут быть чем-то обработанные, да? Да. Даже вот этому с тобой забрались. Вот там внизу манали, да, центральная площадь, а мы с тобой на самом верху. И здесь тоже везде повсюду вот эти отели. Так что видите, по вкусу. Хотите где-нибудь потише, забирайтесь наверх. Хотите, чтобы было шумно, не надо далеко ходить, селитесь внизу. Даша, хотела бы здесь домик снять бы? Ну, здесь прям уютненько, так сад. Ну, я бы, наверное, недельку пожелала бы и не больше. Потом бы, наверное, надоело. Как-то хочется немножечко, чтобы повесить. Не, ну ты, во-первых, человек, который связан с работой в интернете, а его здесь может и не быть, этого интернета. Даже покажи, какие ован-косты растут. Здесь вот прям тогда, когда тебе хочется максимально уединиться от общества, да. В таком доме классно пожить. Ну, вот, кстати, да. Смотри, какой куст. Посмотри, да, это больше трех метров высота. Я такого в жизни. Даже хоть я, когда я маленький был, у нас на даче тоже росла конопля. Где-то там понасажал. Но не такая здоровая. Она, может, была там выше моего роста. Но здесь вот два-три роста мои. Хочу вообще за такое. Коноплиное дерево уже, а не куст. Вот такая атмосфера деревенская здесь. Назад мне больше нравится дорожка. Пойдем, где стенечек, так прохладненько. Зелень кругом. Там шли по дороге пылища такая. Эти все тук-туки машины. И прям было некомфортно. Хай. Намасте. Течет ручей, бежит ручей. И ты ничья, и я ничей. Вот так в Индии засирают все водоемы. Просто ручей превратился в помойку. И мы думаем, что просто индийцы никогда вообще не жили в чистоте. И даже не знают, что такое чистота. И поэтому для них это норма вообще. Не замечают просто. Да, что им стоит выйти? Вот у них дома выйти за пять минут, собрать все вот это вот. Но нет. Конопля в руках и кумарный дым в облаках. Я это все вам продолжаю показывать, что здесь творится. Ну, обрывают, обрывают кусточки. Я вижу, вот прям листы. Пусть оторвали вверху. Правда, правда, Даша. Не ты оторвала, да? Нет. Слушай, Даша, это не мышь. Это вообще непонятно кто. Посмотри, с носом таким длинным. Ага, 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 ага. Ахахахаха. Видишь, это что-то такое было непонятно. То ли крыса, то ли мышь таким с вытянутым носом. Мы спустились в самый низ, не знаю в какой части города мы сейчас находимся. Но сейчас будем куда-то пробираться к центру, смотреть все самое интересное, что там творится. Я вижу, люди идут с какими-то стаканчиками бумажными, и у них в этих стаканчиках рис с молоком. Ну, я видел, я заглядывал. Вон, видишь, все с этим стаканчиком. Вот, раздают здесь. Сейчас посмотрим, что это такое. И я думаю, что это бесплатно. Какая-то, видите, музычка играет. Он лисит, Тенкер. Я просто посмотрю. Это типа вот такие шарики с молоком. Это еще бесплатно раздают. Ты будешь, нет? Я тоже. Ну, мы поблагодарили их. Конечно, как-то даже неудобно отказывать. Но что-то я просто знаю, что мне это не понравится. Я понял, что это такое. Ну, такое что-то ели. Там такие шарики, типа гель какие-то железные. Да, да, да. Все это в молочной субстанции. Сейчас вот прям жарковато, я вообще не хочу такого кушать. Самоск хочешь? Джалеби. Джалеби. Самоски. Пай. Тортики. Ты есть уже что хочешь, моя дорогая, да? Чуть-чуть захотела. Ну, скоро я тебя накормлю. Подожди. Ну, ты прям такой в уличной, да, хочешь кафешке поесть? Вот таких шариков, целую тарелочку или вот этого чего-то, да? Не, ну тут мухи на них садят. Мы до сих пор, Даша, в Индии многие сладости индийские не изучили. По одной простой причине. Потому что мы сколько раз их пробовали, нам они не нравятся. Это что-то такое, знаете, булка вымоченная в сахарном сиропе. Это очень сладко. Это перебор. Там какая-то, смотри, опять потасовка. Это раздают бесплатную еду, я вижу. В Индии очень часто раздают бесплатную еду, и люди едят не раздумывая, просто. Главное, что бесплатно. Что там за еда? Какой-то опять рис. Рис с сахаром. Это сладко? Это сладко? Это сладко? Это сладко? С сладко? С сладко? С сладко? Вон там, да. Ну пойдем посмотрим, там аврал. Вот банановый лист, все это дело заворачивается, вся эта еда. Я сейчас вот тут с бачка, смотрите, как он скачал. Вот такие тарелочки, и из того кувшинщика наливают. Да посмотрите, там какая кастрюля. Здесь же в Манале есть почта. Так что, кто захочет отправить открыточки своим друзьям, это можно сделать. Пока не знаю, как дела обстоят именно с отправлением каких-то посылок. Потому что было такое время, когда посылки отправить было нельзя. Это все наши победители, кто у нас присутствует на прямых эфирах. Мы уже отправляли часть открыток. Вот еще одна часть, которую нужно отправить. Вот так выглядит индийская почта. Ну похоже, в принципе, как и у нас в России. Сейчас там Дарья покупает марочки. Наклеим и отправим. Моя любовь мучается, клеит марки какими-то соплями. Но у меня для нее есть сюрприз. Нашел? Видишь, что у меня есть? Вот умничка. Давай, не мучайся. Хватит ерундой заниматься. Кстати, обычно, ну чаще всего, сколько мы отравляли открытки, мы сами клеят работники почты марки. А здесь вот дали мне, сказали, видимо много. Посмотри, что это, это правда, это сопли какой-то. И он уже такой зарезинился весь, и он уже даже не мажет ничего. На. Спасибо. Ничего себе не отказывает. Так, давай, я тебе буду помогать. Ты мне говори, что надо делать. Вот собирали два открытки. Ага. А сколько открыток надо? Одну надо вот такую. Ага. Одну вот такую. Миссия выполнена, наклеили марки на все конверты. Сейчас отдадим, и они отправятся к адресатам. Глуждая по узким улицам Манали от почты, мы вышли опять на центральную улицу, на которой, кстати, тоже расположен такой древний резной храм. Ну не знаю, насколько он древний, выглядит как древний. Что ты так знаешь? Оттобусная станция прямо здесь. Вот она. Отсюда можно уехать в Дели, например, и даже можно уехать в Лех, дальше в горы. Обычно вот сюда все приезжают из какого-то города, с которым мы сюда приехали? Чандигарх. Да. По-моему, да, в Дели, не знаю насчет Дели, но можно уехать из Чандигарха, точно можно уехать в Дели. Так я тут 300 от Дели. И обратите внимание, народу это прибавилось под вечер. Видимо, сегодня жарковато днем было. Привел Даша в один из ресторанов, которые мы уже посещали. Но обстановочка, конечно, здесь такая прям индийская вся, ну, грязноватая. И очень маленькие здесь столы, как и вот эти лавочки, на которых мы сидим. Но мы здесь уже ели, и нам понравилось, поэтому мы вернулись второй раз. Что ты Дарья сказала? Куриный и жареный Момо. Мы жареный не пробовали, мы ели вареный. А человек попробует жареный, говорит, очень вкусно. Одну тарелочку взяли, потому что жарко на улице. Кушать не особо хочется, но немножко перекусить. Принесли нам наши Момо зажаренные. Похожий? Тут же соус вот такой остренький. На что я похожа? Похожий соус. Похожий на чебуреки, да, такие маленькие. Чебуреки. Я когда кусаю, слушаю, какой хруст. Как печеньки. Жесть. Перебор, да? Ну, да. Пережарили, но все равно это сочное, реально похоже на чебуреки по вкусу. Внутри очень сочное мясо. Знаете, у нас в Ашиште готовит Момо в кафешках. Ну, вот в одной мы ходили до Драголи. Ужасные Момо, мне они не понравились. Здесь Момо очень вкусные. Посмотрите, какой огромный пельмень. Принесли нам супчик. Что он из себя представляет? Это вот такая жижица. Ну, это, я так понимаю, бульон, в котором, наверное, мясо варят. Это нормальный бульон, который они очень долго варят. На улице стоят большие кастрюли. И там кусочки мяса. Овощи тоже, тоже здесь есть. Лук, я смотрю, петрушка. Ну, это очень, такой, знаете, вкусный супчик. Прямо мне понравилось. Сейчас он, парень, принес когда, и он говорит, вам два или один. Даже чуть-чуть постеснялась. Нам одного бывает. И рейх стоит, порастопили. Это будет ваше дело. Все, мы перекусили. Спустились на первый этаж. Здесь все это как раз и готовится. Здесь еще и лапшу делают, пельмени. И еще здесь есть, да, я покажу даже перед пройдем, хай. Вот такие вот колбаски. Колбаски из баранины. Кстати, он вермишель берет и в кипятке ее сначала как проваривает. Так что все микробы, бактерии убиваются. Потому что мы всеми обращали внимание, у них лапша вот для супа на столе вот так просто валяется. А он сейчас взял в душлаг лапшу в кипяточке вот так вот, в общем, можно сказать, обезуразил. Вот, потом нальет туда вкусный вот этот бульон из баранины. И получится суп, который называется тхупка. Вот, смотрите. Вот здесь бульон. Берется лапша. Тхупка, да? Да. Мясо кладет. Этот супчик, он тоже вкусный. 150. Спасибо. Спасибо. Так, но мы покушали всего на 150 рупий. Это стоит только одна порция Момо с курицей жареной. Ну давайте все-таки пройдемся по центральной улице. Посмотрим, что здесь есть. Вот ресторан. Сувенирки. Джуз. Так, что у нас тут? Клумбочки вот такие в середине. Я вам хочу сказать, что сейчас здесь мало людей, потому что когда мы сюда только приехали, здесь вот так вот надо было ходить. Я снимал рюкзак и нес его спереди, потому что было не протолкнуться. Что-то мы как-то быстро прошли по этой центральной улице, и все на этом она и заканчивается. Дальше туда уходит дорога. Кстати, мы туда по этой дороге ходили в полицейский участок. Нас вызывали насчет продления нахождения тех, что мы делали, бизнес-регистрацию, в которой нам отказали. Мы считаем, что просто так заплатили деньги. Ну как там просто так? Без денег, скорее всего, нам было бы сложнее продлить везю. Но нам сделали просто обычный экзит-пермит. Так, смотри, значит, у нас дорога идет туда прямо, потом можно повернуть, погулять там уже по заколукам, по затворочкам. Ну, в Манале так себе непримечательный городок, если честно. То есть, вот тут отельчики, вид на горы, конечно, есть. Но у вас в Ашиште, в деревне, которая в 3-х километрах отсюда, виды гораздо круче. Я Даша говорю, давай зайдем, покажем, что здесь алкашопы есть. Ну, есть, действительно, даже вот на центральной улице, где-то в середине вот есть алкашоп. И в конце улицы, вон, 100 пиперс, как раз где-то она заканчивается. Так что, кто желает бухнуть в Манале, в магазины с алкоголем есть. Так, здесь дорого, пиво стоит 200, бутылка. Олдмон 550. 200, 220, 240. Да. Цены на пивко нормальные. Если брать гуату, тут цены там в 5 раз дороже. Ну, в 3, в 3 раза получается. Это индийская драма, 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 драма. Давай, мочи ее. Давай, давай. Подсечку ставь. Подсечку. Поджимай. Молодец, молодец. Я бы советую за это, я просто дам. В машине. Какие в машине? Что-то происходит-то вообще... Даш, что, ты видишь в Индии? Видишь, круг какой собрался быстро. Да, сразу. В Индии очень любят драки. Если вдруг какой-то кипиш, люди собираются мгновенно. Драка продолжается, смотрите. Все, по морде. Раз, все. Все, это здорово. Вот это да. В Индии, кстати, любят подраться. Молодец! Мы чуть сюда, когда первый раз приехали, мне прям казалось, что эта улица гораздо больше. А она такая маленькая, прям, мы прошли за пять минут. Причем не в одну сторону, а почти туда-обратно. Это потому, что людей нет, поэтому мы так быстро передвигаемся. Вот, я понял, в чем секрет. Да? То, когда людей много, ты идешь медленно по этой улице, да. А сейчас никого нет, мы быстренько пробежали. Так, а что тут еще, Даш, в Манале есть посмотреть? Я вот считал, что здесь есть тоже такие старые дома, которые есть прямо напротив нашего дискауса, в котором мы сейчас живем, в Ашиште. Манале есть. И я слышал, что здесь тоже есть, но где-то они просто в глуби находятся. То здесь вот все это новострой. Мы сели посидеть, поставили у нас тут таймлапс. Единственное, что напрягает, даже просто вот так вот сидеть, подходят дети, бабушки, и все просят деньги. Вот, видите, у них тут целая мафия вот этих маленьких детей, которые ходят и выклянчивают деньги. Но, кстати, так не везде в Индии. Видимо, здесь такое туристическое место, поэтому они здесь этим и промышляют. Бывает, да, часто в Индии подходит, но это бывает даже такое, что к нам один-два человека за весь день подойдет. Ну, бывает и 10 человек подойдет, по-разному. К нам вот еще девочка пришла, тоже говорит, дайте денежку мне. А я все боюсь, не схватит ли она сейчас нашу камеру, когда сдеру с ней. А вот два парня тоже, видишь, взялись и пошли. Вот, типа друзья. Ну, как говорят в Индии, что мужчины, которые ходят за руки, это не гомосексуалисты, это просто друзья. Ну, давайте так и подумаем, что это так. Дисклеймер Что кино? Дисклеймер невозможно на самом деле сидишь и к тебе каждую минуту кто-нибудь подходит тут детки по очереди денежку просят то взрослый что-нибудь предложит и взрослые деньги тоже просят в общем вроде вроде посидели и не посидели но хотя мне уже есть такое где седые волосы покидаем им анали возвращаемся обратно в деревню ваших спасибо всем за поддержку кто нам пишет комментарии хочу отдельно поблагодарить всех тех кто поддерживает нас финансово ссылка на соцсети в описании если кому несложно подпишитесь на яндекс день потому что они сейчас выплачивают за подписчиков но чем благодарим вас за все за то что посмотрели этот выпуск как всегда с вами не прощаемся и увидимся с вами следующем выпуске всем пока пока и